МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Владимир Жириновский вновь посетил Рязань, о чем сегодня говорит знаменитый политик. Первая репетиция авиамикса прошла сегодня на полигоне Дубровичи под Рязанью. Пресловутый капитальный ремонт продолжает обрастать новыми историями от недовольных собственников. Ежегодно 2 августа в нашей стране отмечается славная дата – День воздушно-десантных войск. Крылатая пехота, голубые береты, какими только эпитетами не награждали гвардейцев-десантников, но всегда, во все времена и при любых обстоятельствах неизменно оставались силы мужества и надежность людей, живущих по принципу «никто, кроме нас». И сегодня более миллиона россиян, носивших в свое время голубые береты, а также проходящих службу в воздушно-десантных войсках в настоящее время, отметят свой праздник – День ВДВ. Сегодня с утра на площади Маргелова собрались те, кто связан со службой ВДВ. Бравые десантники приехали сюда на раритетном автомобиле, чтобы все желающие могли увидеть технику военных лет, примерить каску и голубые береты. Этой машине 73 года, и каждый день в ВДВ и 9 мая она появляется на улицах города, и каждый рязанец может приблизиться к истории, потрогать ее и даже прокатиться на ней. Вот весь кузов – это все родное, а там двигатель уже, конечно, другой. Где она произведена? В Америке. В Америке? Да. А почему? У нас их полтора или два миллиона шуток прислали. Полиндизу прислали во время войны. С 42-го года прислали в Россию. Валерий Москвитин, капитан ВВС, лично отремонтировал эту машину. Сам в прошлом также совершал прыжки с парашютом. Среди собравшихся есть и те, кто преподавал когда-то в Рязанском училище ВДВ. Вот 16 лет я преподавал, учил курсанта вот в этом Рязанском училище. Я тактику воевать учил людей. Дочь Василия Лыкова сама работала в музее ВДВ. Сейчас живет в Киеве и каждый год 2 августа она здесь, на площади Маргелова. Я специально свой отпуск провожу, подстраиваю под 2 августа, чтобы быть здесь, выйти сюда. Все пришедшие объединены одним духом. Они пояснили, откуда у десантников такая сплоченность. Ну это, наверное, в армии все воспитывается. Когда люди действительно рискуют своей жизнью, отвечают и болеют за жизнь товарищей, оно как-то это само по себе возникает в организме. Поэтому оно и продолжается после. Конечно, не у всех есть и слезняки, которые там фонтаны ныряют, как эти. Но есть и нормальные люди, которые чтят, помнят и погибших. Василия Филипповича, его настояние. Сбили с ног, сражаясь на коленях. Упал, ползи на наступай. Это наш лозунг. Кстати, о тех, кто ныряет в фонтаны. Наша съемочная группа разгадала секреты этой традиции. Что за традиция в фонтан нырять? Это освежение. Традиция давно была. Смыть грехи. Напоследок, вместо истории и фактов, хотелось бы дать слово самим десантникам. Все они в этот день передавали приветы своим сослуживцам, командирам, делились страницами жизни и желали мирного неба над головой. С праздником! Слава, давай! На данный момент это мой супруг. Я как его поддерживаю каждый праздник. Мы с ним вместе проводим. Мы встречаем его сослуживцев, отдыхаем культурно, адекватно, самое главное. Армия есть армия. С супругой встречалась. Пришлось уйти на гражданку. Сейчас вот пришел встретить, отпраздновать, как говорится. Молодежь, смотрю, а своих уже таких нет. С праздником всех десантников. Со 106-й воздушно-десантной дивизии и также гвардии капитана Фролова, который в 2008 году был командиром роты. Я не могу его найти. И Димон, выйди на меня. То самое, 137-й могучий полк. 45-му полку призвал 2-98. Отдельные приветы нашим офицерам. Зотову, Павлову, нашим сержантам, Калабину. Конечно, у нас был командир роты. Погибший человек. Гроз. Царством и небесным. Да. Майор Яценко. Майор Яценко, Петр Карлович. Очень неприятно то, что мы его единственное, ну, не видим на локальных войнах. То, что он... В Ибилийске. Да. Не написано нигде. Лучше нас, наверное, нет никого, я так думаю. Это братство. Это братство. Это состояние души. За ВДВ. За ВДВ. Мы едины, уже отмечаем этот праздник вместе около 20 лет. 14 лет, да. Все по возрасту просто разные. Ребята, которые служат, они всячески говорят, что стало служить лучше, техника лучше. Ну, все, все, что связано с армией, все, что нужно было для армии, что мы хотели в то время, когда я служил, все есть. Мы приезжаем сюда только для того, чтобы помянуть наших павших товарищей, положить цветы, встретиться с друзьями и вспомнить. О том, как мы все это прошли, как это было сложно. 1 августа состоялась встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с губернатором Рязанской области Олегом Ковалевым. Он информировал главу государства о социально-экономической ситуации в регионе, показателях развития сельского хозяйства и промышленности, реализации ряда инвестиционных проектов. Как полугодие закончили, Владимир Владимирович? Ну, не так, как хотелось бы. Конечно, сложности есть в экономике, Владимир Владимирович. Хотя есть сектора, которые хорошо работают, в частности, аграрховый сектор в течение двух лет растем свыше 5%. И в этом году мы ожидаем, что по 3% точно будет у нас роста. За счет каких производств? Это и животноводство, и растеневодство. Но растеневодство на корне урожай, сопоставимый с прошлого года, даже чуть выше. И вопрос в том, уберем, если кто выйдет в растеневодстве, плюс там может быть 1-2%. А в животноводстве мы прибавляем, сейчас идем по молоку, если это 2,4% к уровню прошлого года. А в прошлые годы, два года подряд мы шли 4,5-5%. С ростом, да? Да, с ростом. То есть работает схема наращиваемого и выращивания картофеля и овощей, ягод. Очень хорошо сейчас это все идет. Вот. Пищевая промышленность тоже прибавляет и делает вложение переработку. Это очень важно. Особенно переработку зерна, резонзерный продукт. Вот они в первую очередь сдали в эксплуатацию. По сути дела, они готовы переработать все зерно, которое мы производим. Если говорить о промышленности, то, конечно, у нас просела нефтенка сборного, нефтепереработка, производство электроэнергии и добыча полезных ископаемых. Но вот сейчас мы ожидаем все-таки по концу года, что мы выйдем на уровень 2015 года. То есть мы ниже не сработаем. Есть позитив рост потребления электроэнергии. Увеличили производство цементных заводов. Один завод у нас в реконструкции, но он все равно продолжает производить. Два завода у нас. Сегодня Рязань посетил один из самых популярных и эпатажных политиков. Руководитель партии ЛДПР Владимир Жириновский. Здесь он побывал в 137-м воздушно-десантном полку. Традиционным стал и поход по наиболее людному торговому комплексу, которым на сей раз стал центральный рынок. А также пообщался с самими рязанцами. Анна Герцовская прошла по следам популярного парламентария. Владимир Жириновский, приехав на центральный рынок, первым делом начал общаться с теми людьми, которые его там ожидали. Это были не только работники и посетители торгового комплекса, но и другие граждане города. Кто-то из горожан передал свое обращение помощникам председателя фракции ЛДПР. Другие сами подходили к Владимиру Жириновскому со своими вопросами. Обсуждалось многое. Люди жалуются. Жить им тяжело, денег нет, жилье, гражданство, врачи. Ничего положительного нет. К уровню жизни молодых рязанцев Владимир Жириновский также проявил интерес. В школе хорошо все или есть безобразие? Есть. Во дворе, площадки тоже есть. Есть. Мама ругает или папа? Меня не ругает. Ну и хорошо. Поскольку визит Владимира Жириновского проходил на территории центрального рынка, он, конечно же, прошелся и по торговым павильонам. Лично попробовал ту продукцию, которую предлагают рязанцам. Остался доволен. Ну что, все понравилось, все хорошо. Да, все заплатили, конечно. Да, даже накладную попросили. У нас чеков нет, но накладную написали просто для отчета, я так думаю. Некоторые из продавцов рынка поделились своими насущными проблемами, с которыми они также желают обратиться к властям, верят в их разрешение. Среди таких вопросов – получение сертификата качества на свою продукцию. По словам работников рынка, раньше за такой справкой приходилось ездить в район раз в месяц. Теперь, чтобы осуществлять торговлю, получение такой справки требуется несколько раз в месяц. Насчет справки, вот каждый раз мы ездим, справку в райцентр ехать, а свои коровы у нас, понимаете, кровь стоем. Вот каждый раз никак неудобно. Каждый раз такси нанимать и ездить со справкой это. Визит депутата Госдумы Владимира Жириновского оставил разное впечатление у жителей города. Одни довольны его методами, другие нет. Судить можно будет скорее уже после того, как начнут решаться вопросы наших горожан. Первая репетиция «Авиамикса» прошла сегодня на полигоне Дубровича под Рязанью. Программа, которую рязанцы увидят в субботу, 6 августа, на закрытии. Международного этапа конкурса «Авиадарс-2016» обещает быть яркой и насыщенной. Кстати, тем, кто побывал на конкурсе в прошлом году, скучно не будет. Пилотажные группы приготовили новые элементы и фигуры высшего пилотажа. Алена Куколева увидела, с чем к нам прилетели долгожданные гости. Крылья тавриды, стрижи, беркуты, русские витязи, соколы России. И это только часть программы, которая ожидает зрителей на завершающем дне международного этапа конкурса «Авиадарс-2016». Элита российской авиации сегодня репетировала показательное выступление к «Авиамиксу», которое состоится 6 августа на полигоне Дубровича. Здесь зрители смогут увидеть практически все типы вертолетов и самолетов в действии. Воздушные асы отрабатывают полетные задания показательной программы. Над полигоном пролетают истребители пятого поколения Т-50, новейшие самолеты Су-35 и Су-30, вертолеты Ми-28Н и К-52. Все эти и другие машины поднимаются в небо, чтобы показать, на что способна российская авиация. Элементы высшего группового пилотажа покажет самая молодая авиагруппа ВКС «Россия» – «Крылья Тавриды» на учебно-боевых самолетах Як-130. Зрители увидят ближние маневренные бои, десантирование грузов, имитацию поисково-спасательной работы, работу вертолетов под прикрытием истребителей. Сброс воды и, конечно же, фигуры высшего пилотажа. Одиночную работу Су-30СМ, виражи, петли, развороты и эффектные распуски. Наиболее зрелищными моментами соревнований являются стрельба по мишеням и выброс бомб. Кстати, мишени в этом году отличаются от прошлогодних соревнований. 12 типов мишеней – тактические, стрелковые, радиолокационные, бомбардировочные. Для проведения международного этапа конкурса «Авиадарс-2016» их количество увеличилось почти вдвое в сравнении с прошлым годом. 18 самолетов находятся в зачетной площади, круг диаметром 30 метров. И будет определяться точность попадания конкурсантов в эту мишень. На полигоне, размеры которого более 8 тысяч гектар, сформированы мишеной обстановкой из 12 типов. Зенитно-ракетные комплексы на стартовых позициях, танковые подразделения на марше, мотопехотная рота в районе сосредоточения, объекты инфраструктуры. Это списанные планеры самолетов, мишени-аналоги. Они прослужили свой уже путь и сейчас выставляются в качестве мишени. Для участников конкурса представлены мишени, которые имитируют и аэродром состоянка авиационной техники. Вот как выглядит мишень для соревнований «Авиадарс-2016» вблизи. Это разобранный планер, который уже отслужил свой век. Сегодня 2 августа, ровно год, как погиб летчик пилотажной группы «Беркуты». Он разбился, выполняя конкурсное задание на полигоне Дубровичи. В память о нем вчера здесь установили вертолет, на которых летают «Беркуты» и почтили память о летчике. Отрезания на полигон Дубровичи будут курсировать автобусы. Для автомобилистов недалеко от входа на полигон организованы парковки. Зрительские трибуны на Дубровичах смогут вместить порядка 8 тысяч человек. Международный этап «Авиадарса» в рамках армейских игр стартовал 31 июля. Всего в конкурсе примут участие около 50 экипажей из России, Китая, Казахстана и Белоруссии. Соревнования пройдут среди экипажей истребительной, штурмовой, бомбардировочной, армейской, дальней и военно-транспортной авиации. Помимо этого будут проведены соревнования в номинациях группового и одиночного пилотажа. Всего конкурс предусматривает 10 номинаций. А теперь о дорогах. Тема, которая в Рязани, видимо, никогда не изживет себя. На этот раз мы отправились на улицу Пожалостино, где в начале весны был проведен ямочный ремонт. Теперь, спустя всего три месяца, здесь снова ведутся дорожные работы. На этот раз капитальные. Рабочие полностью снимают асфальт и укладывают новое полотно. Вызывая у горожан один и тот же вопрос. Зачем тратились деньги весной, если улицу все равно планировали полностью перестелить? Комментариев от официальных лиц пока нет. Но статистика гласит, что плохой некачественный ремонт дорог – проблема не только Рязанского региона. Ямы на проезжей части все также становятся причиной ДТП и поломок автомобилей в разных частях нашей страны. Уже подготовлен законопроект, согласно которому, если плохая организация дорожного ремонта стала причиной чьих-либо травм, чиновников предлагается наказывать штрафом до 100 тысяч рублей, а юридических лиц – до 500 тысяч. Этот документ разработан правительством Российской Федерации и МВД. Его основная цель – ужесточение требований безопасности дорожного движения при строительстве, ремонте или реконструкции дорог. Пресловодный капитальный ремонт продолжает обрастать новыми историями от недовольных собственников жилья. Положительных примеров ремонта пока гораздо меньше. Капремонт проведен, деньги за него собственники жилья будут выплачивать еще 30 лет. А вот результаты перемен видны крайне слабо, если вообще видны. В начале года жильцы дома номер 85 по улице Гагарина очень радовались. Капитальный ремонт их жилища предполагался в этом году. Но когда рабочие закончили свои дела, от эйфории не осталось и следа. Козырьки дома короткие, на них зимой нарастают глыбы льда. И по желаниям жильцов вернуть старые козырьки никто не внемлет. Порожек возле подъезда тоже вызывает вопросы. Сделали у нас вот эти вот порожки типа, ступеньку вот эту сделали. Она совершенно не нужна, потому что зазор между дверью и вот этим порожком где-то сантиметра 2-3. То есть при обильном снегопаде мы не сможем из подъезда даже выйти. Особые вопросы вызывают трубы теплоснабжения. Не только капитальный, но никакой ремонт их почему-то не коснулся. Лежат они прямо возле стены безо всякой изоляции. У нас вдоль дома от выхода из колодца теплосети вдоль дома на три подъезда идут две трубы теплосети до входа в элеватор. То есть под эти они лежат в нарушении всех правил СНИПа практически у стены. Вы сейчас это увидите. И на земле. Дорога во дворе тоже остается большой проблемой. Ни летом, ни зимой вообще невозможно ходить с колясками. Из дома не выйдешь. Прямо при первом дожде, снегопад, каша. Машины едут, все это вот так хлыщет, все в подъезд заливается. А достаточно дождем пройти? Здесь машины ездят в детский сад, постоянно возят сюда продукты. Вот на детские площадки, там спортивная площадка приезжает. Да, вот Наталья Михайловна снимала во время дождя, когда здесь были сплошные лужи. То есть обойти, получается сейчас нам вот отремонтировали отмостку. И весь народ вот из детского сада все идут мимо. Ну как вот, людям приятно, когда под окнами. Под окнами ходят. Я всем жителям обязательно дам письменный ответ. По тем вопросам, которые даны в письменном обращении, которые обратились, письменный ответ они получат. Я уже объяснила, наверное, письменный ответ получат. Капитальный ремонт делается всего раз в жизни, говорят жители дома. И за тот результат, который они получили, собственники квартир будут ежемесячно платить еще 30 лет. Вот только молчать люди не собираются. Они планируют добиться справедливости. На этом мы завершаем наш выпуск. Я и мои коллеги прощаемся со зрителями до завтра. Благодарим вас за внимание. Всего доброго. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»